доброе утро девочки мои а у нас снежок идет снег с дождем сыро холодно сегодня еще ветер обещали до 12 метров но пока что ветра такого сильного не вижу в общем короче говоря очень такая ненастная погода некомфортная так скажем гулять не буду значит девочки у меня планы поменялись у нас выключили свет дома поэтому я хотела там посидеть с вами поболтать но я успела попить кофе сделать зарядку и скушать свою овсянку вот но сейчас я уже оделась для того чтобы пойти в магазин и уже на пороге буквально выключили свет ну так как я уже оделась я решила все-таки сходить и посмотреть если в магазине света нету то конечно же я ничего не куплю вернусь домой хотела зайти еще фикс прайс ну в общем то у меня принципе срочного такого ничего нет я сегодня могу еще обойтись мне еще хлеба немножко есть то есть что покушать на самом деле так что в общем иду ну я сказала что прогулки сегодня не будет потому что погода мне честно говоря не шепчет на прогулку на улице грязь осадки и холодный такой ветерочек неприятный поэтому я пройдусь только до магазина и назад ну не шепчет мне сегодня погода никак так пойдемте ну вот я уже вижу что в пятерочке свет не горит закрыта пятерочка все остальные магазины которые у нас тут находятся в этих вот зданиях тоже закрыты тоже фикс прайс внизу свет не горит магнит у нас тут тоже закрыто все очень короче смысла нету идти дальше там тоже все закрыто все значит возвращаюсь я домой я смотрю ларечек вроде бы открыт но тоже там света нету я не знаю смогут ли они не что-нибудь взвесить вопрос что-то я в этом очень сомневаюсь сейчас прошу в общем девочки я и в ларьке ничего не взяла потому что у них весы электронные они взвесить не могут я говорю куда подевались ваши весы старые которые были с гирьками ну ладно принципе мне ничего такого срочного там не нужно было купить мне есть еще поесть но прогулялась немножко вышла подышала воздухом дома оставила форточку открытой что-то чуть-чуть проветрилась ну потому что дома прохладно когда я дома мне не хочется еще раз еще больше мерзнуть вот так вот прошлась чуть-чуть размяла ножки сейчас домой брак понятия не имею что я сейчас буду делать дома когда нету света я сегодня хотела приготовить супчик телевизор не посмотришь ничего не 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 посмотришь только можно вот в телевизор в телефон чего-нибудь стыкать смотреть и все не не постирать не приготовить ничего не сделать не знаю я что делать что делать не знаю в общем короче говоря будем ждать когда включат свет я позвонила в этот самый диспетчерскую сказали где-то там авария много домов выключено от освещение от электричества и поэтому будем ждать если много домов это означает то что делать будут побыстрее уже аварийка выехала и все вот но мои планы чуть-чуть сегодня как-то поменялись не знаю буду ждать пока включат свет дома снимать не могу потому что освещение нужно чтоб нормальное было чтоб не в темноте сидеть снимать при том что так пасмурно солнышко было было бы ярко и было хорошо вот ладно продолжим попозже девочки девочки пол шестого вечера уже свет нам так и не дали темнота кругом в комнате что соседка что я лежим уже телефон разряжен естественно все что было там посмотреть уже что что-то посмотрела на улице уже начинает скоро темнеть в общем короче говоря неизвестно когда дадут свет так что на сегодня все всем привет девочки мои доброй ночи проснулась ни свет ни заря ну потому что отоспалась уже все вчера вчера целый день до шести вечера не было света с утра как выключили часов около десяти и все и общем короче говоря все планы которые у меня вчера были все пошли пахом и короче я вчера собиралась сварить супчик еще пройтись по магазинам по полочкам в общем все все вот так вот на перекосяк пошло и сначала смотрела взяла по телефону смотрела какой-то там фильм что-то там еще смотрела в общем на стоечку поставила легла и смотрела пока не разрядился телефон но потом он разрядился и я плевала в потолок но мы время от времени встречались с соседкой она тоже смеется как тюлени лежим и все поспим чуть-чуть проснемся в общем короче говоря вчера то спалась потом уже когда свет дали мне уже было не до съемок потому что тут надо на зарядку телефон поставить в общем пока искупаться пошла ну короче уже не было желания ничего снимать а у меня фаршик размораживается в холодильнике он там бедненький уже ждет когда его приготовят в общем планы пошли все не туда поэтому сегодня сегодня уже должна была видео это смонтировать с утра и поставить его на завтра в общем короче говоря сейчас будем не по планам все делать но я вчера зарядку кстати говоря с утра успела сделать и что интересно еще думаю попробую-ка я сейчас сделать ее не снимая посмотрим как тормозит не тормозит компьютер был совершенно свободный и все равно мне звук притормаживал поэтому я и правильно сделала что не стала снимать не знаю с чем это связано онлайн смотрю там фильмы сериала смотрю ничего не тормозит а вот эта зарядка она мне что-то притормаживает ну в общем разберемся ладно снимать зарядку пока не буду пока не разберусь с этим но я ее продолжаю делать она коротенькая благодаря тому что она коротенькая я уже думаю так ладно там 8 минут найду на то чтобы сняться при том что когда я снимаюсь без камеры мне не нужно застилать постель мне не нужно переодеваться если хожу в пижаме я в пижаме так и делаю или в ночной сорочке так и делаю зарядку коврик только постелила раз-раз поупражнялась и думаю как это быстро и удобно не надо там ни освещение не камеру ставить при том что мне камеру неудобно так настроить чтобы вот допустим когда стоя стою я там раз-раз-раз меня видно когда я легла там голову вправо ноги влево не видно куда у меня голова пошла в общем короче говоря девочки но найдите зарядку делайте вот коротенькую зарядку хоть длинную хоть легкую хоть сложную всяких этих самых упражнений гимнастик полно в интернете найдите и в общем-то не бросайте кто начал делать делайте пускай она коротенькая разминочка будет но все равно даже простые легкие упражнения они уже немножечко в тонус приводят тело вот главное так кровь немножко разогнать и все почитала же я комментарии ваши вот там где я крошку делала кто-то пишет мы делаем только с квасом но я там ответила ну хочу сказать что девочки я раньше делала тоже с квасом но если это квас домашний когда домашний квас но он нормальный натуральный квас и там сладости с сахаром и тоже кладете туда там столько сколько нужно но немного а потом когда я квас перестала делать у меня была семья я его делала его ж надо регулярно там менять менять вот это все делала в баллоне но перестала я как-то так перестала вас пить вообще и магазинный квас пробовала я с окрошкой он совсем не тот он сладкий какой-то какой-то сладкий газированный напиток но это не тот квас который нужно вот я альтернативу нашла я стала добавлять там и сметанку но у меня йогурт получился такой как сметанка в общем так немножко жиже чем сметанка но на вкус тоже самое поэтому я вот с йогуртом ела квас еще кто-то ела квас ела крошку кто-то еще написал ой только окрошки мы с мужем там три дня едим я думаю как там небольшая кастрюлька у меня в принципе я как салат накладываю и потом добавляю немножко тана немножко там допустим сметаны получается у меня как жидкий салат но если это растянуть допустим там на семью и там на три дня еще вот такой вот объем который сделал общем-то небольшой я вспомнила что есть люди которые делают окрошку жидкой то есть в принципе там на 2 ложки в тарелочку кладут от этих овощей нарезанных и все это заливают обильно допустим этим квасом или чем кто чем заливает да и получается в общем оставить в основном бульон и там чуть-чуть плавают вот эти овощи но кто-то по-разному делает у каждого свой вкус поэтому хочу смотреть я так думаю тот кто написал мы может люди экономят может денег нету там я тоже раньше когда денег не было в перестроечный период тоже вот одну сосисочку в тарелочку ложила это была радость и побольше там допустим гарнира ну кто кто как кто кто как делает в общем что что тут поделаешь ничего не могу сказать кстати говоря сын прислал мне коротенькое видео там где настя позирует в новой туники я вам сюда это дело вставлю посмотрите и у насти кстати стрижечка кто не знает но дочка уже на своем канале показывала они там гуляли по торговому центру семья сына и дочка там денечкой и она уже там снимала и в инстаграме тоже выкладывала уже вот такое коры сделали настюшки стрижечку так что на со стрижечкой я сюда же вставлю и посмотрите ну и что еще я вам хочу сказать в общем много говорить сейчас не буду хотя что еще делать да и в общем то в принципе в это видео уже как бы магазин если я пойду сегодня то это я пойду не скоро это уже пойдет попадет в другое видео следующее наверное вот а сейчас я хочу в бедный свой фаршик который в холодильнике уже вчера давно разморозился холодильник ну представляете не работал 8 часов но ничего я его долго не открывала вообще долго не открывала но потом уже открыла и начала подъедать там доела эту окрошку что-то у меня было поддоела подъела в общем ну то что было готовое подъела приготовить ничего не могла печка электрическая вот в итоге в общем надо все равно сегодня супчик сварить я вчера мне не удалось купить овощи на салатик не огурцов не помидоров и у меня вечер вчера закончился бутербродами потому что я ем до шести а нам свет дали как раз в шесть часов уже после того когда я поела последний раз в итоге у меня просто пошли бутерброды там у меня форель вот эту я покупала ну как мало соленую и уже бутерброды с этой форелью там в общем короче немножечко у меня вчера был нарушен мой режим то есть режим я имела ввиду раздельное питание так как я вчера уже хлеба употребила больше чем нужно и в общем сегодня буду немножечко разгружаться такой себе сделал легкий супчик с фрикадельками ну на завтрак как всегда овсяночка а потом посмотрим что что там я на ужин еще что-нибудь там тоже легкое облегченное в общем-то поем вот ну чё давайте не будем тянуть резину я сейчас думаю в мультиварке я это все приготовлю сейчас почищу картошку морковку и лук и все и фарш туда положу лишнего ничего больше ложить туда не хочу вообще я посмотрела по рецепту суп с фрикадельками он с томатом делается но я не хочу с томатом я сделаю без томата и туда положу еще то чего мне тоже хочется то что мне нравится в общем сделай суп по-своему в общем девочки приступила я к нарезке овощей я мультиварку уже включила на режим на режим жарко хочется так порезать чтобы побыстрее на режим жарко включила и добавила туда растительного масла чуть-чуть сейчас я первым делом делаю зажатку вообще я думала делать в мультиварке суп или на плите но все-таки как ни крути в мультиварке получается более диетическое приготовление мне кажется что если вы переходите на какую-то там диету можно достать мультиварку и забыть про печку вообще все все способы приготовления в мультиварке щадящие при том что режим пароварка есть можно почаще прибегать к этому режиму будет все здорово будет все очень диетически приготовлено вот ну супчик я вот этот решила сделать вообще не по правилам я могу сказать что это суп с фрикадельками по моему когда мне кто-то пишет например в комментариях что вы делаете что-то там не так вот надо по-другому или я делаю по-другому девочки все делают по-своему я вообще люблю импровизировать я люблю все переиначивать на свой лад я убираюсь компонентов смело те продукты которые мне не очень нравится вот например в этом супе должен там быть томат по рецепту я его не хочу зато я хочу сюда положить болгарский перец вот вместо томата я и замороженные помидорчики туда положу у меня болгарский перец замороженный у меня его кстати полно еще надо уже расходовать так мы это дело сейчас помешаем размешаем пока поджаривается потом я туда закинуть поджарку еще замороженные овощи чтобы они там как-то разогрелись и тоже поджарились вот у меня болгарский перец есть сейчас я помидора очищу от кожуры так шкурку сняла с помидора в общем-то их так тоже порежу как-нибудь куличками так у меня мультиварка вообще жарит очень быстро ну смотря какая мультиварка у некоторых разогрелись и жаривается медленно у меня прошлая мультиварка была она мне еще есть то что я спрятала режим жарка был меньше температуры поэтому надо того и гляди помешивать вот раз раз уже все я туда сейчас закину болгарский перчик и сейчас еще немножечко вот это вот обжарится вместе с томатиком и с болгарским перчиком и тогда туда уже можно будет сразу закидывать картошку я картошку уже нарезала приготовила и вскипятила чайник и займемся фрикадельками все зажарка моя нормально уже себя чувствует и туда отправляю картошку заливаю водичкой пока хватит и пускай потихоньку закипает а я фрикадельки сейчас и замотаю так фарш мой готовила я сама я его не солила счастливым присолю лук там уже есть все ничего больше добавлять туда не в общем на этом этапе я уже кстати сменила режим поставила режим суп он будет готовиться 50 минут где-то мне стоит режим суп на час пусть так и стоит пока потому что я потом если что так еще бы перчика сюда на чуть-чуть поперчить в общем режим суп у меня стоит на час когда надо будет я потом выключу ну и за пять минут до конца я все-таки добавлю туда зелень у меня зелень есть я люблю когда в супчике есть зелень и лаврушечку еще все очень просто готовится суп легко и быстро вот как я люблю когда фарш все-таки домашний вот он пахнет совсем по-другому не так как купленный фарш сколько я фарш только не покупала вот в разных разных магазинах домашний при домашней и дорогой при дорогой все равно он так не пахнет как домашний фарш все равно не туда какой-нибудь гадость все равно запихнут добавят так вот так вот я на досочку на эту сейчас намотаю вот этих вот шариков и все их можно было сделать и меньше но у меня вот были пакетики уже заморожены постольку я уже сделаю наверно наверно весь фарш и сделал я люблю когда много фрикадель это же у меня суп по моему получается не по рецепту так там уже закипает я так думаю что можно туда уже и закидывать их может быть ладно ну-ка я закидаю туда раз уже закипает то можно и покидать готовенько готовенько так ладно намотаю я сейчас их уже по быстренькому сама такие можно покрупнее делать все супчик у меня кипит закипел в общем надо его посолить а посолю его вкусной солью вот точно вот так кинем лаврушку туда и чуть-чуть поперчим все и пусть она варится прекрасно закрываю крышку и будет вариться до готовности она мне осталось подготовить зелень петрушка укроп и лучок у меня есть в общем все туда нарежу и закину уже за пять минут до конца супчик уже пахнет вкусно поэтому он будет по любому вкусный он просто не может быть по-другому у меня всегда вкусные супы получается у меня наверное есть интуиция какие продукты надо кидать сколько и сколько их варить это тоже важно потому что переваренные овощи они теряют свой вкус ну и еще витамины плюс ко всему поэтому я за пять минут кидаю зелень этого времени хватает чтобы она сварилась но не не переварилась все вот и все девочки мои супчик у меня варится зелень я уже подготовила в общем так когда он сварится я его все равно сразу есть не буду поэтому вы не увидите как я его пробую супчик это будет в обед а на завтрак будет у меня как всегда овсянка или может быть мюсли с молочком это вот что захочется пока что еще и кушать не хочу пока что я попиваю кофе утро еще даже не наступило еще время даже шести часов нет на улице темно я вам улицу не покажу вот но я хочу это видео закончить девочки чтобы уже сесть его и начинать уже монтировать если оно получилось коротеньким но ничего страшного она бывает у меня разным вот ну а дальнейших планах вы узнаете уже в следующем видео а это видео я заканчиваю ну и как всегда хочу вам сказать ставьте лайки кому видео понравилось пишите добрые хорошие комментарии плохие комментарии лучше вообще ничего не пишите но все всех люблю целую всем пока пока и